Банджур, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бугнов. Мы вышли в Лигу 1, как вы помните. И сегодня я вам расскажу о том, что происходило в межсезоне. Чемпионом Европы стала Германия. Сборная Франции, помимо того, что утомила Давида Путина. И сейчас его еще на Олимпийскую сборную вызвали. У него уже нужен отдых. Парня просто загоняли. Я уже не знаю, что с этим делать. И похоже, что мы старт сезона проведем без него. Это кошмар какой-то. Он не может уже играть, ему тяжело. И знаешь как, я очень переживаю за парня. Потому что в таком раннем возрасте его можно из себя просто вывести. Бедный. Не знает, что ему делать, как ему быть и так далее. Это кошмар. Что касается положения дел в нашей команде. Произошло то, чего я и не ожидал. Наш папик. Не то, что разорился. Он снял с себя, видимо, последние штаны, чтобы Редстарт спонсировать. Это очень здорово. Это нам помогло. Команда поднялась. И сейчас мы, знаешь, третий во Франции по богатству. Это просто потрясающе. Потому что если список самых богатых клубов открыт. Так, подожди. Редстарт теперь на 35-м месте среди всех клубов по богатству. Да, почти такой же богатый, как Спалтак. Но Спалтак больше имеет ресурс. Мы играем в Лиге Европы. Мы играем в Лиге 1. Все это за один сезон было достигнуто. В результате чего? Наш папик, да, он просто, говорит, это надо финансировать. И в результате вложил в клуб огромные средства. Я, честно говоря, думал, что средства могут появиться только если меняется руководство. Но оказывается, что может быть и такое, что, видимо, он не хотел вкладывать. Думал, что это несерьезно. Там, в этот страну, все такое. Но когда мы вышли в Лигу Европы, когда мы вышли в Лигу 1, он понял, что это за проект, что за тренер, а руководитель командой. И вложился очень хорошо. Но это не трансферный бюджет, не надо думать. Это общее богатство. Но мы богаче, чем Леон. Богаче настолько Монсель, Монако. ПСЖ из самой богатой клуб Франции. Никогда не догадались. Сашу Монбельян. Я в шоке был, когда увидел. Я думаю, откуда? А у них такие деньги. Оказывается, их шейхи купили там какие-то. Нафига они их купили, что они все равно игроков нормальных не покупают. Видимо, репутации у команды нет. Но они богаче, блин, чем Манчестер Юнайтед, чем Реал, понимаешь? Они в два раза богаче, чем Барселона. Я просто не знаю, как это так. Сашу Монбельян. И самое главное, что они, если посмотреть на трансферы, они не покупают звезд. Они только достаточно, знаешь, скромно себя ведут на трансферном рынке. Хотя у них бюджет там, наверное, трансфер не зашкаливает. Посмотри, у них... Ну, игроки-то неплохие приходят, но отнюдь не звездные. То есть такие середнячки хорошие, техничные, да, но без имени. Молодые в основном приходят. 24 года, 16 лет. То есть они уже на перспективу команду подбирают. Если они не достанутся, я никого не завидую, потому что у них репутация вырастет, да, и они начнут всех крушить. Так что, Сашу, это очень опасная команда. Бордо, кого покупает? До нас мы так тоже дойдем. Значит, Бордо. Жан Корентин. Ну, это не очень сильный игрок, 21 год, молодой. Вот это вот, кто? Центральный защитник из-за Виена. Амен Абинду. 1 на 1 миллион из Интера, 26 лет. Физически очень сильный, но технически слабо оснащенный. И Эммануэль Иншуа на эсбуке. Лабанды отдали в аренду в низшие дивизионы. Лиль. Тоже больших трат нету, потому что средств у Франции нету. Некоторые избранные клубы только могут покупать. Но хороших двух игроков взяли, отдали. Отдали Идриса Гие в низу. В Каен отдали Жулиана Живера. Калентин Жан. Ну, это что за фрукт? Да, Бордо. Мы уже смотрели. Мампелье. С ними мы играли. Если помните, мы с ними в финале Кубка Франции. А, принц у них, знаешь, принц. Тоже мне принц. Что это за принц такой? Дешевый за 2 миллиона. В наше время, а про имбельского принца таких не было. В наше время вообще принцев не было. И Дриса Гие. Вот тот самый из Чезены какого-то. Дефреля взяла Ница. Дальше. Леон. Маттео Мусаршио из Мадридского Реала. Очень хороший центральный защитник для чемпионата Франции. Мусаршио. Аргентинец. Да, показатели у него классные. И самое главное, что его всего за 2 миллиона они взяли. Это интересно. Потому что Реал его за 10 взял. Видимо взял, да. Он как обычно на скамейке просидел. Как же я такого. Но ко мне бы он не пошел в команду. Это однозначно. Потому что пока у меня нету такой репутации. Но понимаешь, да. Классный защитник. Горис, что Роу, что ли, ему не хватает. Невысокий слишком для центрального защитника. Трамулина еще живой, что ли. Да. Живой. Надо будет. Вы не обращаете внимание, что я хриплю. Потому что я в Куршавелле отдыхал. В Бенпадо. Вот Марсель укрепился тоже нам. Как раз играть сейчас с Марселем в Кубке Лиги. Вернее, в Кубке, в Суперкубке Франции. Пандо, понимаешь, что это такое. Это вообще супер. Таких игроков берут. Бенпадо. Посмотри. По сыну. Все шикарно. Мауро Икарди 19 миллионов. Саш. Да. Нам не повезло. Марсель обладает очень сильными футболистами. Бенджамин Стамбули. Но тоже опасный. И Робин Джейкоб. Или Якоб. Якоб, наверное, раз он француз. Якоб. Он. Он быстрый игрок. В остальном ничего интересного. Ну и отдали Баптиста Алоэ. В Мец. ПСЖ. Купили Мэфиса Депая. Ну все. Понесла. 24 миллиона потратили на Депая. Куда вам Депай? Еще и Депая взяли. Они же все равно. Они главное всем проигрывают. Берут топовых игроков. Но Депай, да. Очень, очень крутой. Даниэль. Он тоже чудак. Но он бухал. Видно, что все лето праздновал переход в ПСЖ. Это однозначно. Александр Дуагович. Очень хороший защитник. Но в Челси что ли не прижился. Ну-ка. Подожди. Карьера. Эскиз Калдинамо. Перешел в Челси за 13 миллионов. Там похоже не прижился. Что-то ладно. Потому что вроде по стилю подходит. Но не прижился. Так вот самое интересное. Ред Стар. Есть удачные трансферы у нас. Есть неудачные. Сразу по порядку. Но в самых дешевых пойдем. Первые самые дешевые за 6.75 на Эльхует. Вот это чудо. Понимаешь. Вот это чудо. Он уже ухудшаться начал немножко. А почему природные данные ухудшаются? Пробесковые. Пробесковые они не ухудшали. Вот. Но у него и было 19. Подожди. Да уберись. Да у него и было 19. Это просто что-то. Не знаю что. Так. На Эль. Значит. Начнем с самого. Подожди. Начнем с самого дешевого. Самый выгодный трансфер. Это вот этот. На Эльхует. Ну правильно говорит. Юэ. Да. Юэ. Но. Это хует. Потому что. Нашел я его. Отправив скаута. В страну. В какой-то славной команде. Понимаешь. Каскол. Это. Это вообще. Это вообще команда некоров. И тут родился этот хует. Понимаешь. В чем дело. Да. Если. Этих регенов. Оказывается. Можно искать. И нужно искать. Не только. Мне там. Большие комментарии. Пишут. Ты. Говорит. Путин не мог. Говорит. Родиться. Вот старый. Такой. Почему не мог. Это. Регены. Они же только. Говорит. Топ клубах. Рождают. Нет. Это все. Неправда. В топ клубах. Больше шансов. Что игроки. Будут качественнее. Но это не значит. Что. Хорошие регены. Появляются. Только в топ клубах. Чтоб вы знали. В топ клубах. Общий уровень. Молодежи. Выше. Да. О. А в пирдях. Во всяких. Да. Вот здесь. Здесь может родиться. 50 негров. Да. Один другого. Хуже. Да. Но из них. Один. Будет супер звездой. Потому что. Здесь. Это рандом. Чистейший. Это чистейший. Рандом. И. То. Что родился. В этом. Касколе. И я его. Нашел. Потому что. Я во Франции. Искал. Таланты. Нужно указывать. Именно не лигу. Потому что. Эти команды. Они в лигах. Не участвуют. Они не играют. А. Так как. Этот хует. Нигде не играл. У него стоимость. Низкая. Потому что. Он. Ну. Никто не знает. Такого игрока. По большому счету. Он. Как в родстат. Перешел. Три товарищеских матча. Сыграл. Да. О нем. Вообще. Никто. Не знал. У него. Сейчас. Стоимость. Поднялась. Да. Ну. Была. Порядка. Вообще. Чуть ли не прочерк. Стоял. А игрок. Классный. Посмотри. Какая скорость. Ловкость. Понимаешь. Это. Это. Просто супер. Как его. Можно было. Ну. Его. Его. Нельзя было заметить. Потому что. Он. Не играет. Он. Тренируется. Там. В этой команде. Видимо. Вот. Ну. Это. Классное. Приобретение. Даже. Не знаю. Ну. Как. Он. Написан. Ведущий. Горк. Для большинства. Квант. Лиг. Один. Так. Что. Ихват. Уже. Сейчас. У. Лиги. Один. Этот. Ху. Е. Мануэль. Гульде. За. 425. Тоже. Дешево. Мы его взяли из Скалсруя. Центральный защитник. Невысокий. Конечно. Да. Но. Обладает хорошей опекой. Отбором. Выбор позиций. Есть. Концентрация. Ну. Какая. Никакая. Есть. Написано. Что. Подходит. Для Лиги 2. Но. Я его брал. На скамейку. И. В принципе. Для ротации. Для ротации. Подходит. Все. Нужные. Показатели. У него. Есть. Ну. Он. Если что. Если что. Сможет. Так что. Мануэль Бульде. Его можно будет обучать. Скорость у него есть. Достаточно. Для того. Чтобы быть. Левым. Или правым. Защитником. Дальше. Идем. Марвин Дюкш. Еще один немец. За. 1. И 1 миллион. Я взял его. Из Дотманда. Как его из Дотманда. За такие деньги отпустили. Я не понимаю. Потому что. Но. Играет он. Правда. Плохо. Тоже. Я это. Не понимаю. Почему. Так плохо играет. Потому что. У него. Вроде бы. Вот. Если подсвечивать. Характеристики. Да. Для. Для. Для чистого флора. Да. У него все есть. На достаточном уровне. Вот. Дриблинга. Разве что. Не хватает. Но. Над этим можно поработать. Вот. Но. Все равно. Есть. В основном. Все. Параметры. Но. Все равно. Играют. Как-то плохо. В товарниках. Ни одного мяча не забил. Хотя. Обе ноги задействованы. Классный футболист. Если смотреть на его карьеру. Кто. Играя за пады. Борн. В первом дивизионе. В бундеслиге. 10 колов забил. А что. Почему. В Баруси. В следующем году. Не играл. Ни разу. Я не знаю. Ну. Так или иначе. Из-за этого. Мы его взяли. Всего за. 1. 1. Миллион. С учетом того. Что Путин. В сборной торчит. И я ему отдых предоставлю. Дюкш. Нам пригодится. Дальше. Вратарь. Марсела. Ломба. Из Бахи. Ну. Давай посмотрим. Что за Ломба. Хороший. Голкипер. По первым матчам. Оставил. Впечатление. Достойное. Грубых ошибок не допускал. Сейчас у него игра с Марселем будет. Там его еще раз испытают. Да. Убедимся в этом. Игрок. Ну. По показателям достаточно средний. Да. Может быть. Не звезда. Не звезда. Лиги один. Но. Достаточно приличный. И не очень дорогой. Так что. С ним не стыдно будет выходить матч. У высшего дивизиона. Мое последнее приобретение. По времени. Да. Но не по значению. Это Александр Игневский. Это. И я когда его увидел. Я понял. Что это мой главный. Потому что. Я Ценсейду не тянет. Да. У нас здесь. Может быть. Ну. Одди сейчас в сборной. Находится. Молодежной сборной Италии. Играть. На левом фланге обороны. Некому. Я взял его. У него. У него. Ужасная. Просто статистика. Судя по матчу. Может его не туда ставили. Может что. Я не могу понять. Но. Если взять его. Допустим. Функции. Так. Фланговый защитник. Поддержка. У него. В принципе. Все ведь есть. Все. Все показатели в ноте. Почему он так играет. Паршиво. Я не знаю. Если. Если смотреть на его. Как на опорного. Полузащитника. То. То у него тоже. В принципе. Все. Кроме самообладания. И есть. Не понимаю. В чем. В чем проблема. С этим. Игневским. Просто. Не понимаю. Потому что. Игрок хороший. Игрок хороший. И пас есть. И отпекатель был. Особенно хороши. Скорость. Ускорение есть. Работоспособность. Все это. Старательный парень. Съед. Ну. Я не знаю. Что с ним не так. Он вообще еще не играл. Ни одного матча за Радстан. И первая же игра у него будет с Марселем. Вот. Там он себя и покажет. Посмотрим. Как. Леонардо Гилл. Из команды Олимпа. Пришел. Это. Аргентинец. Тоже хороший. Центр поля. Но. Единственное. Что у него роста. Не хватает за верховые мячи бороться. Так что его использовать надо. Либо с Коне. Либо с Конте. Чтобы на поле был хоть один из них. Чтобы мы центром поля. Не проигрывали. В росте. Этот чудак. Хорошо пасует. Командная игра есть. Я на это всегда смотрю. Отбор. И опека. Ну. Отпека немножко не в порядке. Но отбор нормально. Выносливый. Крепкий физически. 25 лет ему только. Так что он еще будет прогрессировать. Вот. В принципе я доволен. Этим приобретением. Чудовище. Мы такое подписали. Гранд Харли. Посмотри на него. Вот. 191. Да тут дуболом страшный. Такой бородатый мужик нам нужен в команду. Потому что. Он не очень умный. Что-то по лицу. Да. Такой. Знаешь. Но он свое дело знает. Но если там кто-то начнет на наших лесбин. Такой подойдет. Это наш Мини Джонс. Современность. Только. Выглядит. Брутальнее. Гораздо. Ты посмотри какая у него шея. У меня такой шеи не было. Когда я в спотаке играл. А этот. Зверюга блин выйдет. Агрессивность 20. Ты его вообще не зли. Вот. Лучше всех меня понимает. В команде. Тоже бывает. Как начнет орать. Вобразевал. Ёлки. Главное. Чтоб на меня не орал. В остальном. В остальном ничего. Пека отборы есть. Игра головой есть. В принципе. Неплохой. И может сыграть. Если что. Справа. Потому что. Скорость ускорения. Хоть и не очень большие. Но. Может. Может. Там. Сыграть. В случае чего. Выйти. Вместо Ромуальда Морле. На подстраховку. Вот такие. У нас трансферы. Ушел в аренду. Эд Сенсейду. Я рассчитываю. Что он там. Опыта наберется. Потому что. Все таки. Потенциально. Считается. Хорошим игроком. И. По скилламу. Он подходит. Большинство команд лиги 1. На самом деле. Я больше не подходит. Вот. Но не стартовый игрок. Точно. Там. Наберется опыта. Там он будет. В старте выходить. Постоянно. Ну. И. Потом уже посмотрим. На что он способен. Каким он вернется. Так. Ну. Ушли. Планте. Миллион. Джата. Кросс. Бесплатно. Потому что. Мне они не нужны. Джоффри. Я не сдал. Потому что. В лиге 1. С такими показателями делать нечего. Он косячил по страшному. Вот. Но у него есть. Есть. Потенциал. Поэтому я надеюсь. Что он. Раскроется. Да. Ну. И. Что касается персонала. У нас тоже есть. Громкие приобретения. Это. Тренеры. Прежде всего. Тренеры. Рене Мелленстен. Это тот самый. Который работал в Манчестере. В нема. Это после Алекса Фергюсона. Я его. Я его. Взял. Он и в Анжи уже поработал. И фурками. И в Раскроеке поработал. Но этого был в Манчестере. Это был выдающийся специалист. Так что. Рене Мелленстен. Добро пожаловать. Я тебя кидать не буду. У меня. Ты муж хорошим специалистом. Молодец. Еще из известных игроков. Бывших. Филипп Деген. Все его знают. Наверное. Да. Хороший. Хорошие показатели у него есть. У нас как скаут. Ну. Скаут. Он. Честно говоря. Так себе. Но я его взял. Именно из. Из-за его знания Англии. Швейцарии. Да. Поэтому. Деген. Нам пригодится. И он еще будет прогрессировать. Может. Может что-нибудь еще там. Улучшить. Свои показатели. Для оценки способностей. Игроков. Вот. Так. Хорошо. Вроде бы всех. Сильнейших поставили. Кнюрске. Ну. Какой тебе номер отдать. Давай будешь как Майкл Джодан. 23. Будешь наш. Саша. Кнюрске. Не знаю к чему я это. Но. Нам предстоит серьезный матч. Будем контур атаковать. Не. Подачи. ПРС. Ты не умеешь. Вот мне неком. Хорошо подсказывает. Он всех игроков знает. Так. Я вам. Так скажу. Желаю вам удачи сегодня. Так. Нападающие. Я в тебя верю. Полузащитники. Я в вас всех верю. В защитников. Я тоже всех верю. И. Сейчас должны выйти. Показать классную игру. Так. Наверное. Ну. Наверное так. Все. Все нормально. Играем от обороны. С Монселем. Ну. Мы. Мы можем в принципе захватить. Инициативу с первых же секунд. Да. Но это поведет за собой. То что мы. Ой. Кошмар. То что мы. Мы еще не в форме. Наша команда в свой фирменный контроль мяча. Еще играть не может. Потому что форму не на балу. Ну. Что вы делаете. Ну. Прессинг. Где. Где отборы. Ну. Куда. Ну. Куда ты отбираешь. Что ты должен своему отбирать. Вот. Это хорошо. Побежал. Слети. Скорость свою. Ну. Где скорость. Слети. Что ты ее растерял в Лиге 2. Что ли. Оставился. Сам немножко бегай. Вот. Макенжуф. Хорошо. Дюкш. На фланг. Кропанес. Нормально. Мяч под нашим контролем. Дюкш. Ой. Как выдал. Ну. Это шикарный пас. Невец был. А немцы. Они. Они. Между прочим. Очень хорошо пасуют. Это как Мюллер. Баруси наверное уже локти кусает. Зачем бы мы продали. Такого. Пяточкой выдал. Ну. Это красавец. И Кропанес тут как тут. Да. Такого. Они. Не ожидали. Что. Так будет. Дюкша. Травмировали. Дюкша. Ну. Что вы делаете. Убийцы. Убийцы. Слышите меня. Зачем. Хороших наших игроков. Вот только вышел. Да. И вы сразу его покалечили. Перерыве. Заменю. Ну. Жалко. Жалко. Хороший игрок. Слети. Игрок с Бонной Марокко. Между прочим. Наивственно. У нас сейчас нету Бузида. Его с Бонной Алжира. Там. Маринуют. Так. Я скажу. Ребята. Так. Нам нельзя наслабляться. Мы должны продолжать гнуть свою линию. Оля. Надожил. Я твоей игрой недоволен. Так. Что касается тактики. Дюкш. Ты свое дело сделал прекрасно. Я заменяю тебя на Иброле. Иброле высокий тоже игрок. На него можно навешивать. Играем через фланги. Это все правильно. Хорошо. Хорошо. Начинаем. Второй тайм. Пока замен больше делать я не буду. Слети. Показали. Ни за что. Ни за что. Желтую карточку. Что. Еще и жили меня покалечили. Ну что за убийца. Я не могу понять. Сиди Канэ выходи. Ты на высоком уровне умеешь играть. Так что давай. Показывай. Уровень. Это убийцы просто какие-то. Вышли. Да. И в первом же матче начали наших мочить. Потому что они понимают. Что по игре. По игре. Их жалкий Мансель. Не способен нас честно победить. Они поэтому вот. Поломали всех. Да. А потом уже начали футбол играть. А не надо так делать. У меня тоже есть в защите там убийца один. Я же ему могу команду дать. Я ему скажу. Пошел и руби их всех. Чтобы боялись. Я же так не делаю. А я могу. Так. Еще одну замену надо провести. Канте уже просто не может. Понимаешь. Его уже. Он уже умирает. Там стоит. Так. А что делать? Что делать? Кого выпускать? Я не знаю. Мы можем убрать конечно Канте. Да. С поля. И сюда поставить Амрони. Но Амрони с опекой отбором все ужасно. Он же там провалится. Так. Слези. Уследи что там с отбором кстати. Еще хуже. Это кошмар. Ну ладно. Давай Амрони выпустим. Там займа Кенжюфа сюда поставим. Сюда поставим Амрони. Ему конечно сложно будет. Но. Но. Оставайся. Потому что ты игрок сборной Франции. Будь пока молодежный. Но. Свежий игрок в центре поля. Это важнее. Ну что вы делаете? Ну вы. Ну. Ну как так можно играть? Вот. Вот это хорошо. И в роли. Правильно. Желтую карточку. А надо было еще красную дать. Потому что не надо трогать игроков у Red Star. Да. Они нас всех искалечили. Да. Самое главное. И еще. Еще. Еще какие-то претензии имеют. Это я не понимаю. Ребята. Соберитесь. Минута осталась. Соберитесь. Ну конечно. Сейчас еще бы зашил. Аккушки. Братарю бы закину. Правильно делаешь. Тянешь время. Ну зачем выносишь? Можно было покороче сыграть. Все. Свести. Да. Да. Я расстроен тем, что у нас искалечили двух игроков. Леонадо Жиля. Ни за что. Ни про что. И этого. И Дюкша. Ну как играть? Я скажу так, что я поздравляю вас. Но вы конечно сыграли слабовато. Слабовато. Им надо было лучше действовать. Вы проиграли. Но эта предсезонка еще не закончилась у нашей команды. Не все были готовы. Если посмотреть. Так. Подожди. Где анализ? Где анализ? Что происходит? Анализ. Эффективность действия. Вот. По точности передач мы играли немножко не так. Не по классической схеме. Потому что не готова команда. Нету Путина. Нету половины игроков основного состава. Там сборная. Понимаешь. Все дела у них. Вот. Ну и Гнёвский так себе провел матч. Что у него там с отборами? Отборы. Ну отборы все выиграл. Перехваты. И вот здесь не срывал головой. И здесь не сделал перехват. Ну так. В принципе. Есть. Есть. У него шанс. Что. Ну много ошибок допускал. Есть. Еще. Надежда. Что из этого игрока что-то вырастет. С жилым. Слава богу. Ничего серьезного. 5-7 дней. Только. А этот. Вообще не травмировался. Александр Игнёвский получил оценку 7-20. Нормально. Он будет нормально играть. Просто у него крупное. Там полкополь на дно. Понимаешь. Которое. Которое всем проигрывает. И во всем вине от Игнёвского. Так то он нормально играл. Нам дали еще 80 тысяч. Име бубнов на устах. Конечно на устах. Конечно. Это все правильно. Ханли сумел отличиться в первом матче. Чем он отличился. Чем. Что сделал. 7-80 от свой кроет. Ну так это его уровень. Ты посмотри на него. Он так и должен играть. Я скажу так. Что я надеюсь что этот матч на него станет от полной точкой к успеху. Гол Александра Крапанеса позволил ему выйти в период. Думали ли вы в тот момент что матч сложится в вашу пользу. Но они гол всегда имеют значение. Вы считаете что Лоик Кана. Кто такой? Кто такой? Я не знаю кто это такой. А вы мне говорите провел великолепный матч. Какой матч он? Хорошо. Я в таких случаях всегда говорю. Дальше. Что провел великолепный матч. Нет. Я смотрю. Я смотрю по технико-тактическим действиям. А не по. Ну давай мне своего кому. Пасы. Да. Канал. Лорик. Ну что Лорик. 68% точных передач. Это великолепный матч. Что у него по отборам. Да отбор. Ну знаешь отборов много. Но здесь был и неудачный один. По перехватам тоже вот. Видишь. Один перехват. И по защите так ему противень мало. Но я не скажу что он сыграл бы прям великолепно. Я скажу так что он жаль что он не мог приберечь такое преступление для других соперников. Ну что ж на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Удачи. И алибуа.